Здравствуйте, уважаемые любители футбола, поклонники спорта. Телеканал Футбол предлагает вам посмотреть матч группового этапа Лиги Чемпионов сезона 1993-1994 годов. Барселона у себя на стадионе Наукам в присутствии 89 тысяч зрителей. 8 декабря 1993 года принимала чемпиона Франции Монако. Ночной состав команд. С ума сойти, как говорится, одни звезды. Номер первый в воротах у Барселоны Зубизаретта, второй Альберт Феррер, четвертый Рональд Куман, третий Хосе Гвардиола, пятый Серхи, шестой Хосе Бакера, седьмой Гой Коэчеа, восьмой Христо Стоечков, девятый Микаэль Лаудруб, десятый Гильермо Амор и одиннадцатый Айтор Бегиристайн. Наставник команды в то время был у Барса Ньюхан Кроев. Ну а теперь переходим к Монако, не менее звездные имена. Номер первый в воротах у Монако Жан-Люк Этари, второй Патрик Валерий, третий Люк Сонор, четвертый Эммануэль Пети, шестой Франк Дюма, шестой Клод Пюэль, седьмой Юрген Клинсман, восьмой Юрий Джархаев, девятый Лилиан Сюрам, десятый Энса Скифа и одиннадцатый Виктор Икпеба. Наставник команды в ту пору у Монако был Арсен Вингер. Судит, судил эту встречу главный арбитр фоли Ким Нильсон. За Безаретто не нужно так шутить. Виктор Икпеба едва не отобрал у него мяч. Клинсман. Перевел великолепный мяч на Айнса. Гвардиола, Лаудруб. Мой Гвардиола. Гойко Иче получает мяч в районе штрафной пространства. Лаудруб. Отличный пас. И что? 1-0. Айтор Бигиристайн открывает счет в матче. Пятнадцатая минута. Айтор Бигиристайн получит великолепный пас от Микаэля Лаудруба. Выводит Барсу вперед. 1-0. Смотрите, Лаудруб. Увидел, что готов сделать рывок. Айтор Бигиристайн вот спокойно переигрывает Жанна Люка Этари. Выйдя 1-1 отправляет мяч в пустые ворота. Айтори там еще столкнулся с кем-то из своих защитников. Да, влетел он, по-моему, в люка Сонора. Эк этой передачи раньше не у мяча Сонора. Кажется, да, Сонор с мячом. Продолжается атака Барсы. Гой Койче. На правой фланге атаки. Еще одна опасная атака может получиться. Стоечка, входит штрафной удар. Мимо ворот. Давайте посмотрим еще раз за этим моментом. Стоечка вошел. Да, Дюма помешал. Бросился под мяч. Вот ошибается Жан-Люк Этари на выходе. Ну и благо там Жаркаев. Хорошо же, Жаркаев идет правым флангом. Держится в течение всего матча. Но это уже Альберт Феррер пошел вперед. Гвардиола. Приближается к штрафной пас на Кумана. У Кумана удар. Хороший удар получился у Кумана сейчас. Но Зубизар это на месте. Опять пошел на забегание Бегерестайн. И Бегерестайн опять 1-1. Удар и 2-0. Опять какая-то сумятица в обороне у Монако. Вот Эммануэль Питти здесь поскользнулся и все. Показывали, апеллировали к арбитру игроки. Монако что там было положение вне игры. Нужно было просто продолжать играть. Ну и вот еще раз мы смотрим второй гол Айдора Бегерестана. Бегерестайна, который оформил дубль в матче. 2-0. Барса впереди. Шли правила гостя на Микаэле Лаудрубе. Но тут уже сам в прыжке упал в полете. Пролетев над ногой. Очень плотно его здесь встречал Люк. Хорошая передача на Икпебу. Икпеба против Феррера. Феррер немножко придерживал сейчас соперника руками. Икпеба прострел в штрафную. Удар Клинсмана. На вес удар. Хороший удар получился у Виктора Икпебе. Смотрим еще раз. Перепрыгнул он в воздухе Альберта Феррера. Виктория Альберта Феррера. Депровод체 феррера. Ольга Альберта Феррера. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok